Здравствуйте! Ролик у нас сегодня обзорный, но интерес в том, интрига в том, что мы вернулись на объект, который силами коллектива делали 10 лет тому назад. То есть можно посмотреть и отделки, и те наработки, которые, скажем, применялись в 2007-2008 году. То есть, естественно, это все прошло какую-то эксплуатацию, это все было, так сказать, весь этот интерьер был в каком-то применении, то есть в квартире находились животные, то есть, естественно, какая-то шла эксплуатация. Вот конкретно наша поработка, это травертина под воском в таком терракоте. Ну, видно какие-то незначительные изъяны, но, в общем, выглядит все это достаточно бодро и достойно на такой период. И, значит, по какому вопросу нас пригласили, что, значит, было тут незначительное затекание, а может быть даже и значительное. И наша отделка справилась с ней более чем достойно. То есть, я к чему говорю, что если бы это были бумажные обои, они бы просто упали. А так, в общем, вода сошла, тряпочка эта все как-то вытерлась, вот можно посмотреть, здесь вот видно какие-то незначительные места, но в принципе их реально поправить, убрать. И эта отделка, она еще какое-то время походит. Все это было сделано материалами торговой барки Вовколор. То есть, как я уже говорил, это травертина под воском в терракоте. Обращаясь к людям, которые работают достаточно уже количество лет, да, вот что вы чувствуете, когда приходите, скажем, на свои объекты, которые вы делали, когда-то и сами, в составе коллектива, то есть, какие ощущения? То есть, что-то, наверное, сделалось бы по-другому, или, может быть, какими-то другими, уже владея новыми навыками, скажем, что-то делалось бы, наверное, по-другому. То есть, вот какие ощущения? Можете это дело откомментировать, отписать в комментариях, ну, обсудим. Было бы здорово. Как-то так. Переходим сейчас в соседнее помещение. То, что нам нужно сделать, вот этот объем. Сейчас я покажу вкратце. Да, ну, вот она вот, это наша проблемная площадь, то есть, проблемная комната. Основная, так сказать, основной утро стихии был здесь. Вот, потоки воды по стенам, на стенах были обои. То есть, пришлось проделать тут неслабую работу. Обои, ну, частично упали, частично их сняли, перешпаклевали. Ребята-то тоже молодцы, хорошо поработали, шпаклевщики. Вот, ну, уже зашли на готовые стены. Вот, и по факту, значит, что сделал. Погрутовал, как-то все, по праймерам. И вот сделал кусочек работы. То есть, вот, нужно ее посмотреть. В таком формате, как-то все будет. То есть, саму технологию, ну, показывать, наверное, нет смысла. Я показывал это в предыдущем. В предыдущем ролике тоже будет сноска на него. Там будет интересно, можно будет посмотреть. Вот, материалы мы показывали. Вот, работаю обычной блочной кистью. Там в ролике есть, как я ее делал. Ну, объем вот этот. То есть, я его планирую пару дней, там, скажем, тройку закончить. Вот. Что тут делать? Я не знал, когда сам встал на стенку. А он где-то там, переход, не стыкуется, не блестит, не что-то там, не лоснится. И начинается. Каленка, трошка в ленках. Встреченное настроение. Я уже, когда почувствовал уверенность, это надо же, когда метров 100 ее, 200 сделал. Как-то так уже. Вообще, каждый раз, иногда первый раз заходишь. Такая тема, деликатная. Вроде все то же самое делаешь. Теоретически все понятно. То из стенки, что там вылезает, то... То не тема грунтовая, то не так малярку поклеиваешь. Снимаешь там, вот эта, линия. Еще надо еще подводить, наводил. Конечно, масса всяких нюансов. Ну, естественно, и творческая жилка должна быть, чтобы не просто бы он отбился, сделать и квадрат, и все. Какая-то должна быть геометрия в голове. Сложить эту картинку сначала, потом уже ее реализовывать на стенке, а не так и получится. Техники разные, навесения. Кто-то лопатой гребет, а кто-то... Чуть они щеткой зубной выводят. По сути, не важно, как и чем, главное, что у тебя на стенке получается. У меня, товарищ художник, тут вообще уникальный чувак. Он там у тебя, чуть ли не консервную банку не рисует. А такие вещи зачетные делают. Там есть лидоз, где-то я с ним. Я не снимаю, я вообще даже не впрягался во все это дело. Получал удовольствие. Я вообще не видел никогда, что так делали. То есть там, в принципе, можно забыть было все, чем у нас учили. Ты смотри, как говорится, за работой человека. Смотрите, наслаждаться. Получать удовольствие. Да. Эстетическое. Абсолютно верно. Просто стоять и улыбаться. Ну, дело там, какая получилась. Вот, кстати, я говорил, ты спрашивал по художественной венецианке, да? Угу. Там есть видео, там, мы с Антоном колонны делаем. Ну, я бы помогал, например, у Синтона. Ну, может, дальше там... Ну, я умею, 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 умею. Узнаю, умею, умею. Узнаю те, вот. Скажем, я... Увеликий венецианчик. Ну, что-то знаю, что-то сделал. Вот хорошо бы, чтобы откосы здесь еще такие были. Лично для себя это, блин, миллион процентов. Надо было откосы тоже делать. Слушай, ну, к этому вопросу, в принципе, можно в любое время вернуться. Может быть, как-то временной фактор, да? Не хотят люди растягивать с этими делами, что-то уже все-таки на выходе. Что-то будет делаться, вернемся к откосу. Ну, боже. А, ты видишь, стыковочка как она пошла? Ну, и кадр почти. Можно показать здесь, да? Нет, ну, так-то да. А теоретически, а практически, видишь, получается, вот все равно переход. Обязательно будет. Вот. Я что-то говорю, прямая линия, все равно ума. И будет она смотреться, как обурь. Понял. А вот есть такие моменты, я знаю, так. Чисто представители, осталось пятнышко, где вот отсвечивается. Да, 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 да. Смотрите, и... Да, да, да. Вот здесь, вот, 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 вот. Ну, засветы. Засветы, да, они же это самое. Во-первых, подсыхают, да. Садится, и все. Его можно, да, нет, его можно под это самое, подстыковывать. Все равно равномерно, да? Ну, конечно. Стараться, конечно, от этого, я даже дистанцировался, но ты всю стенку не пробьешь так, чтобы она у тебя вообще нигде не засветилась. Это нереально. Правда, что на фуге проще делать, чем на полоской стенке? Ну, да. Ну, здесь же нормально, здесь нету такого, прямо, чтобы вот выпирало. Я знаю, но, знаете, вот, по-моему, любые, вот, мне на фугах даже, что-то даже легче. Ага. На ровно. Ну, а нет, интересно, пожалуйста. Как мне кажется. Тоже и ниши все вот эти, да, сделали? Да. Ну, этим я уже завтра займусь, я хочу сегодня основной объем сделать. Да, понятно. Стенки высохли, все, маленькую снять, чтобы это самое с краской, с потолком это не сошло. Да, и лестничка тоже. Все, медленно, да, стряда? Ты ушел? Да. Ну, давай, счастливо. Спасибо тебе. Пока. Я на связи сечу. Окей. Не сфотал. Ну, не забыл, что за это не сфотал. Ладно. А где вы ее держите, баночку? Баночку вот. А. А там нет цвет? Ну, указан там. Не, указан там нет. Ну, ладно. Калируется, и он. Копейка. Стандартная. Ну, это палиш и калили. Обычно мы палиш и используем. Копейка. Сами калируют? Ну, а что? Чуть-чуть калили и все. Не художники, что ли? Не, я думал там есть, там, ну, такое вот, честно. А как же было сделать два диаметра? Вот этот диаметра перемешиваешь. Формула есть. То есть, сначала по формуле калируешь. То есть, маза у него будет однозначно белый, да? Ну, он серебристый вообще такой вот, он нейтральный. Ну, ближе к этому цвету, да, тут чуть-чуть там. Так-то он, перламутр, он холодный, он же серебристый. А теплый товар вот такой. А сколько? 23. Метр двадцать пять метров. Метр двадцать пять метров. Ну, можно и больше растянуть там, в принципе. И ведет, и стоит. Четыре, семьсот, по-моему. Я бы не скваживаю. Нет, ну, понятно, не мешок шпаклевки. Ну, все равно, если бы, если ты стал и сделал, ты, конечно, записал себе этот спортив. А краска, краска, краска-то примерно каждый день будет стоить. Да, слушай, ну, сейчас это все, я говорю, по цене, там, скажем, таких, не самых дорогих обоев. Да, да. То есть, раньше это в разы все стоило, да, сейчас... Смотрится в сто раз лучше, чем обои, да. Я тоже, как бы, показывал все неоднократно. Кому-то лень зайти, знаешь, на сайт, там, посмотреть, да. Так что, Ваня, чтобы вы были в рахерсе, вы продолжайте вот... Угу. Между... Разделите у нас. Вот. Еще что ты делаешь будешь сегодня, да? Нет, здесь нет, я уже свободы. Ну, я говорю, ориентировочно на среду. Может быть, я... Я просто завтра туда пойду, здесь товарно. Здесь у меня останется только вот камин. Там выкрасить его надо будет, он время немного займет. Походить все там, просмотреть, поподкладывать. Так, я сейчас фото и вот этот материал, как он называется. Он что-то мне очень понравился. А цвет у него там обозначен как-то? Какой? Ну, именно вот этот цвет как-то. Этот цвет? Угу. Нет, я так и бежу. Если бы вот здесь выносить, ну, вообще в рахерсе будет. Ну, между розетками. Понимаете? Что с вами вверх пойдет? Ну, просто я... Не знаю, какие-то всех нюансов, подводных камушках там... Не стыковать. Может, так видите, молодежи столько на этом деле взорвалось. Смотрят видосы, ну, а что там делать-то? Да, ну, как видите, декоративная отделка – это универсальная штука. То есть она вот решила намного вопросов, даже не нам, а скорее заказчикам. То есть люди избавились от гельков, от этой плесени гельковой, которая находилась по бумажным, финиловыми обоями. То есть решили вопрос интерьера. Очень удачно эта отделка вписалась. Тем более у нее такое звездное небо. Тут все в таком интересном, классическом, в таком стиле. Ну, как говорится, в продолжение нам хороших видео, вам удачных работ. Пишите, комментируйте. Если понравилось, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!